И в продолжении темы последнего обращения президента к нации. Только теперь о налогах. В соцсетях активно обсуждают предложение Владимира Путина повысить подоходный налог с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Средства пойдут на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями. Мы тоже решили собрать мнение на этот счет. Пообщались в том числе и с теми, кто зарабатывает по российским меркам. Хорошо. У Степы Заплаткина спинальная мышечная трофея первой степени. Его жизнь зависит от своевременного применения специальных препаратов раз в 4 месяца. Один укол стоит 7 миллионов 634 тысячи 845 рублей. По словам мамы, в прошлом году Степан попал в специальную программу и 6 уколов получил бесплатно. Последний из них будет израсходован летом. Следующий должен быть в ноябре за свой счет. На него пока удалось собрать чуть более 4 миллионов рублей. Федеральные средства выделят не ранее следующего года. Просто пугает это то, что они постоянно это все откладывают на потом, на 2021 год. Вот наше заболевание спинальной мышечной трофеи, она не будет ждать до 2021 года. Эта болезнь забирает постоянно, то есть она каждую минуту забирает силу у ребенка, у него там атрофируется все. И лечение нужно сейчас, а не ждать до 2021 года. Доход Альберта Пикалюка за год превышает 5 миллионов рублей. Это прибыль от предпринимательской деятельности с налогообложением по упрощенной системе. То есть под прогрессивную ставку НДФЛ в 15% бизнесмен и депутат не попадает. Но инициативу президента поддерживает целиком и полностью. Вы знаете, наши коллеги, депутаты Государственной Думы, это предложение озвучивали и вносили законопроект в Государственную Думу еще в 2018 году. Абсолютно верное решение, абсолютно необходимое решение, долгожданное. И надеюсь, что вот эти вливания в медицину, они как раз принесут свои плоды для нашего населения. В благотворительных фондах уже примерно посчитали. От применения прогрессивной ставки НДФЛ бюджет страны будет получать практически 60 миллиардов рублей в год дополнительно. Ведь только в Кирове полсотни детей, ожидающих дорогостоящих препаратов. И лекарства им необходимы сегодня. Мы как общественники, для нас все дети равны. Ребенок, в первую очередь ребенок. Этому ребенку именно сегодня нужно, завтра будет поздно. Но пока надежда только на благотворителей. Ведь собранные по новому принципу налоги поступят в виде лекарств в регионы. Только к концу 2021 года. Зоя Попцова, Александр Прызгалов, Бюро новостей, Давича. Зоя Попцова, Александр Прызгалов, Бюро новостей, Давича.